Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен сослагательному наклонению в греческом языке. Он соответствует 31 главе учебники Мауса. В русском языке сослагательное наклонение выражается с помощью глагола, в котором добавлена частица «бы». «Сделал бы», «построил бы», «сказал бы» и так далее. Сослагательное наклонение предназначено для выражения возможности, вероятности или желательности какого-то действия. «Хотел бы я», «чтобы так случилось», «следовало бы тебе что-то предпринять», «если бы я знал, я бы так не поступил», и, может, других вариантов с частицей «бы» вы сами можете предложить. И каждый раз речь идет не о чем-то реальном, не о чем-то произошедшем, а о том, что потенциально могло бы быть с большей или меньшей вероятностью, лишь хотелось бы, чтобы это произошло и так далее. В русском языке сослагательное наклонение встречается не очень часто, и во многих контекстах, где речь идет о возможности, вероятности, потенциальности того или иного действия, мы используем какие-то другие формы и другие способы выражения потенциальности. Но в греческом языке сослагательное наклонение чрезвычайно распространено, и мы очень часто с вами с ним будем встречаться. Поэтому сослагательному наклонению нужно уделить особое внимание. Начнем мы с того, что посмотрим, как выглядят греческие формы сослагательного наклонения. С русскими это все просто, добавили частицу «бы» и все, а вот греческие формы сослагательного наклонения – это особые формы глаголов, и на их образование нужно посмотреть. Способы образования представлены вам в учебнике. В параграфе 31.8 дана схема, и в параграфе 31.9 дана парадигма для сослагательного наклонения настоящего времени. Мы с вами чуть позже поговорим о том, что обозначают времена в сослагательном наклонении. Это не совсем то же самое, что кронологические времена в изъявительном наклонении, но тем не менее, по тому, от какой именно основы образуется та или иная форма, говорят о сослагательном наклонении настоящего времени и о сослагательном наклонении аориста. С этим явлением мы с вами уже сталкивались, когда изучали причастие. Причастие настоящего времени или аориста или перфекта вовсе не описывают, например, настоящее время или прошедшее время, как аорист. Просто причастие настоящего времени образовано от основы настоящего времени, причастие аориста образовано от основы аориста. Так как когда мы говорим о сослагательном наклонении настоящего времени, сослагательном наклонении аориста, это там не настоящее или прошедшее, а это прежде всего вид. Причастие сослагательное наклонение настоящего времени подчеркивает продолженный вид, сослагательное наклонение аориста имеет неопределенный вид. И давайте вот посмотрим на формы, образованные от основы настоящего времени. Схема образования следующая. Основа настоящего времени плюс удлиненное соединительное гласное плюс первичное личное окончание. Если вы сравните со схемой образования изъявительного наклонения, то вы увидите, что разница в соединительной гласной. Соединительная гласная в сослагательном наклонении удлиненная. Там, где в изъявительном наклонении была эпсилон или омикрон, в сослагательном наклонении будут это и омикрон. Вот это удлинение соединительной гласной – это признак сослагательного наклонения настоящего времени. Вы, скорее всего, заучили окончание глаголов изъявительного наклонения примерно следующим образом. Это хорошо, что вы так заучили. И вот такое заучивание соединительной гласной вместе с личным окончанием глагола позволяет легко и быстро узнавать форму в тексте. Но теперь нам нужно всмотреться вот в эту конструкцию и увидеть внутри нее соединительную гласную плюс личное окончание. Но время от времени мы разграничивали, выделяли и говорили вот соединительное гласное, вот личное окончание, чтобы вы все-таки привыкли к этой мысли. И вот теперь внимательно на эту конструкцию нужно посмотреть, потому что личное окончание остается теми же самыми, и все изменения, связанные с образованием сослагательного наклонения, кроются внутри вот этой вот соединительной гласной. Ну и давайте мы просто с вами пройдемся по парадигме и посмотрим, что получается. Итак, форма первого лица единственного числа Луо. Здесь соединительная гласная Омикрон и так удлинилась в Омегу, здесь нет никакого личного окончания, оно нулевое, и поэтому никакого удлинения мы не увидим. В первом лице единственном числе формы изъявительного и сослагательного наклонения совпадают. Ну, можно задать вопрос, как я отличаю изъявительное наклонение от сослагательного. Ну, ответ очень традиционный, очень привычный по контексту. В контексте обычно достаточно информации, которая нам бы помогла увидеть, как именно автор представляет то, что он говорит. Описывает ли он нечто как реальное, или описывает он нечто как потенциальное. Различные союзы, частицы, которые есть в контексте, как правило, помогают нам понять, с чем именно мы имеем дело. Но важная информация, в том числе и важная грамматическая информация, она дублируется, и поэтому, если на уровне окончаний мы не способны распознать, что первое лицо, единственное число, это сослагательное наклонение, то способны будем распознавать за счет каких-то других элементов, которые есть в тексте. Так что не беспокойтесь, все-таки сослагательное наклонение вы узнаете. Вы, например, догадаетесь, что здесь есть сослагательное наклонение, если внимательно будете к другим составляющим предложения. Но дальше, второе лицо, единственное число, у нас уже есть достаточно яркая характерная форма ЛОС. Что здесь произошло? Эпсилон удлинилась в эту. Естественно, Йота подписалась, дифтонг стал несобственной, и вместо ЛОС мы получили ЛОС, форму, которая достаточно хорошо видна и хорошо можно узнать. Третье лицо, единственное число, ЛОЭ. Опять же, Эпсилон удлинилась в эту, Йота подписалась, и форма сослагательного наклонения видна. Во множественном числе еще лучше ЛУОМЕН вместо ОМИКРОН ОМЕГА, ЛУЭТ вместо Эпсилон ЭТА, ЛУОСИН вместо дифтонга У, согласная ОМЕГА. Так что, за исключением первого лица, единственного числа, вот эта удлиненная соединительная гласная очень хорошо видна, и форма неплохо распознается. Что касается среднего залога, я напоминаю, что в настоящем времени есть только две залоговых формы, действительный залог, ну и среднестрадательный залог, который отвечает за весь спектр значений в сослагательном наклонении тоже. Так вот, что касается среднего или среднестрадательного залога, то в первое лицо единственное число ЛУОМАЙ, видите, ОМЕГА вместо ОМЕГРОН, хорошо видна форма, второе лицо единственное число ЛУЭ, с подписной Йотой, и здесь форма, к сожалению, никак не отличается от формы, во-первых, изъявительного наклонения, и в изъявительном наклонении во втором единственном числе, и в сослагательном наклонении во втором единственном числе, форма Н, с подписной Йотой. Более того, эта же форма еще и совпадает с третьим лицом единственного числа действительного залога сослагательного наклонения. Как нам быть со совпадающими формами? Еще раз повторюсь, во-первых, контекста достаточно, чтобы понять, о том, третье ли лицо единственное число у нас, или второе лицо единственное число, то есть ты или он обычно вполне понятно из контекста. Во-вторых, контекста у нас достаточно, чтобы понять, представляет ли говорящий нечто как реальное, или представляет он нечто как потенциальное, То есть возможное, желательное, вероятное и так далее. Какие-то другие дополнительные ключи в контексте подскажут нам, имеем ли мы дело со слагательным наклонением. Третье лицо, единственное число, ЛОЭТЭ. Это хорошо видно, и это множественное число, там тоже очень хорошо видны формы. ЛООМЭТЭ, ЛОЭСТЭ, ЛООНТАЙ. В принципе, если вы хорошо помните окончание для изъявительного наклонения, мысленно очень легко преобразование это произвести, удлинить соединительную гласную и представить, что будет в со слагательном наклонении. Поэтому совсем немного времени, совсем немного усилий нужно для того, чтобы познакомиться, чтобы освоить формы со слагательного наклонения, действительно залога. А здесь же у вас в учебнике приведены и формы со слагательного наклонения для глагола ЭЙМИ. Если вы посмотрите на эти формы, вы увидите, что они очень похожи просто на окончание глагола. То есть, если глагол того же ЛОУ убрать ЛУ, убрать основу, то вот оставшееся ОСЭ, ОМЭН, это ОСИ, как раз и будет формами глагола ЭЙМИ. С подобным мы с вами уже встречались, помните, когда обсуждали причастие от глагола ЭЙМИ. Причастие от ЭЙМИ фактически это вот всё, что остаётся, если убрать основу. То есть, там было и свидетельное гласное, и морфема причастия, и падежное окончание. И вот весь этот комплекс, на который заканчивалось слово, которое заканчивалось причастие, выглядел точно так же, как форма глагола ЭЙМИ. В данном случае весь тот комплекс, на который заканчивается глагол, на всю убрать основу, выглядит так же, как форма со слагательного наклонения от глагола ЭЙМИ. Так что, на самом деле, опять же, очень легко выучить. Просто постарайтесь их выучить, чтобы, увидев в тексте, особенно что-нибудь типа третьего лица единственного числа, осознать и распознать, что это на самом деле третье лицо единственного числа от глагола ЭЙМИ. Слагательного наклонения, конечно. Следующее — это форма сослагательного наклонения от аориста. Ну, или от аористной основы. Здесь нужно различать первый аорист и второй аорист. Я напомню, что в изъявительном наклонении первый и второй аорист отличались следующим образом. В первом аористе использовалось образующее времени СА, а во втором аористе просто была основа, не совпадающая с основой настоящего времени. У первого аориста основа иногда может совпадать, но просто за счет суффикса СА мы видели, что это аорист. У второго аориста, раз мы как-то должны различать со слагая, например, имперфектора, аорист, у второго аориста всегда основа отличалась. Что касается образования сослагательного наклонения, то следует оно следующей схеме. Первый аорист, схема принцесса на фонаре графе 31.10, первый аорист. Основа без приращения. Помните, в причастиях у нас тоже были основы без приращения. Обсуждая причастие мы говорили, что в некотором смысле приращение – это показатель прошедшего времени. Но прошедшее время актуально только для изъявительного наклонения. События могут происходить в настоящем, в прошедшем, в будущем. Для причастий важно не абсолютное время, а время причастий как-то там соотносится с временем главного глагола. Сослагательное наклонение мы тоже увидим, что описывает не какое-то хронологическое время, и поэтому этот показатель прошедшего времени в причастиях не нужен. Поэтому просто аористная основа, выражающая неопределенный вид действия, плюс образующее времени, образующее времени в сослагательном уклонении просто сигма, плюс удлиненное соединительное гласное и первичное личное окончание. Обратите внимание, первичное личное окончание. Точно та же гласная и точно те же самые окончания, которые используются и в настоящем времени. Фактически форма настоящего времени и аориста в сослагательном наклонении отличаются только появлением образующей времени, сигма. Можете посмотреть эти формы в параграфе 31.11. Лу-с-о, лу-с-э-с, лу-с-э, лу-с-ом-э, лу-с-э-то, лу-с-ос-э. Точно такие же формы, как были в сослагательном наклонении действия настоящего времени, за исключением того, что здесь добавилось сигма. Что касается второго аориста, то в каком-то смысле все еще проще. Просто основа второго аориста плюс удлиненное соединительное гласное и первичное окончание, то есть плюс опять те же самые окончания, которые и в настоящем времени. Так что вам не нужно в сослагательном наклонении учить два набора окончаний. Если вы разобрались, что за окончания в настоящем времени, те же самые окончания, точно те же самые окончания увидите и у первого аориста, и у второго аориста. Да, основа там у первого сообразующего времени, у второго просто другая основа, плюс уже знакомые, уже изученные окончания. Греческий язык обладает какой-то потрясающей регулярностью, и если вы просто знаете закономерности, которые есть в греческом языке, то на самом деле учить нужно совсем-совсем немного. Нужно запомнить эти закономерности, нужно научиться распознавать формы, и вы обнаружите, что греческий язык изучать, продвигаться в греческом языке можно быстро и с большим удовольствием. Ну, это мы сейчас говорим пока о действительном залоге, средний залог, в повреждении есть отдельно средний, отдельно страдательный залог, ну, или форма, которая больше акцент делает на вовлеченность в действие средний залог, и форма, которая чаще используется для подлежащего, подвергающегося действию страдательный залог. Так вот, средний залог устроен по тому же самому принципу. Основа у первого аориста еще с сигмой, у второго аориста просто другая основа, тоже без превращения, и точно тот же самый комплекс в конце, из удлиненной соединительной гласной и первичного среднего окончания, который и в настоящем времени. Опять-таки, новый набор окончаний учить не надо. Окончания уже знакомые, окончания уже выученные, если вы разобрались с настоящим временем. Что касается страдательного залога, то он образуется следующим образом. Основа аористная, плюс образующее времени Т, знакомое нам по причастиям образующее времени, плюс удлиненное соединительное гласное и первичное окончание действительного залога. То есть, вот этот вот комплекс из гласной и окончаний, он точно такой же, как в действительном залоге аориста, как в действительном залоге настоящего времени, и различие здесь только в появившемся суффиксе Т. Теперь у суффикса Т, эпсилон, сливается с этой удлиненной соединительной гласной. И омега, и это, эпсилон проглатывают, и единственное свидетельство о слиянии, это знак облеченного ударения, появившийся на месте слияния. Посмотрите на формы ЛУТО, ЛУТЭС, ЛУТЭ и так далее. Уже знакомое вам окончание ОСЭОМЕН – это осин, просто облеченное ударение, и перед ним стоит суффикс, из образующей времени Т. Довольно редко, но все-таки встречаются формы второго ОСЭОСОСТРАДАТЬНОГО ЗАЛОГА. В этих формах, образующих времени просто эпсилон без Т, например, граф О, граф С, граф Э, граф ОМЕН, граф ЭТ, граф ОСИН, формы очень сильно похожие на формы настоящего времени от глагола граф О. В общем-то, в настоящем времени было бы то же самое, только ударение другое, но опять-таки контекст нам помогает различить, имеем ли мы дело с настоящим временем или с ОООСТОМ. Плюс таких глаголов, которые как граф ОСЭОСОСТРАДАТЬНОГО, употребляются во втором ОООСТЕ, в страдательном ЗАЛОГЕ, совсем немного. Многие глаголы, которые, например, в действительном и среднем ЗАЛОГЕ следуют второму ОООСТУ, то есть, что страдательному ЗАЛОГЕ все равно следует первому ОООСТУ, то есть у них появляется суффикс Т, и поэтому, в общем-то, с трудностью этой вы практически никогда не столкнетесь. Вот, собственно, то, что нужно знать о способе образования со слагательным наклонением в греческом языке. Это основа настоящего времени, или ОООСТА с сигмой для первого ОООСТА, или с Т для первого ОООСТА, от страдательного ЗАЛОГА, и изменившиеся для второго ОООСТА, плюс удлиненное соединительное гласное и первичное окончание. В действительном ЗАЛОГЕ настоящего времени, действительном ЗАЛОГЕ АООСТА и страдательном ЗАЛОГЕ АООСТА используются действительные окончания, а в среднем ЗАЛОГЕ настоящего времени и ОООСТА используются средние окончания. Окончания вам, в принципе, уже знакомы, вы их уже учили, только мысленно нужно вот эту первую соединительную гласную удлинить. И вы после небольших размышлений, наблюдений, анализа этих форм поймёте, что, в общем-то, форма со слагательного наклонения вы вполне можете освоить. Ещё, правда, есть одна неприятность, на которую нужно обратить внимание. Это сложности с распознаванием форм слитных глаголов. Слитные глаголы напоминают и те, у которых основа оканчивается на гласную альфу, или эпсилон, или омикрон. И вот эта последняя гласная основа может сливаться с соединительной гласной и так далее. Парадигму для слитных глаголов мы можем посмотреть в параграфе 31-12. И давайте посмотрим на эти формы, чтобы заметить, где здесь возможны потенциальные трудности. Итак, альфа-слитный глагол. Генау у вас используется в качестве мера. А если вы посмотрите на эти формы, Гено, ну, здесь всё слилось, и осталось только Омега. Геназ, альфа-основая при слиянии осталась, и всё остальное этой альфой было поглощено. И если вы сравните это с формой изъявительного наклонения, вы обнаружите, что в изъявительном наклонении точно та же самая Геназ, ну, и там первое лицо, единственное число, там и так, и так совпадает. Геназ подписан на ЙОТ, и Геномен опять при слиянии с альфой до Омегу Геннаты, Геносин, все формы и действительного залога, и, кстати, если вы посмотрите, Геномай, Гена и так далее, и среднего залога для альфа-слитных глаголов совпадают с формами изъявительного наклонения. То есть, ну, к счастью, не очень часто встречающихся глаголов альфа-слитных, Генау, Акапау, может быть, самый распространённый глагол, формы изъявительного наклонения и со слогательного наклонения полностью совпадают, и в этом случае мы должны ориентироваться просто на контекст, да, вот такой морфологической подсказки нам не будет. Пой-эпсилон-слитных глаголов, Пой-О, ну, первое лицо в любом случае совпадает, Пой-Эс, и здесь мы видим в результате слияния Э-ТО-НИЛ-Эпсилон, у слитного форума изъявительного наклонения было бы Пой-Эйс, только бы ударением отмечалось место слияния, но дифтонг-Эйс всё равно был, Пой-Эй и так далее, и здесь формы существенно отличаются. Если вы сравните для эпсилон-слитных глаголов, то там в основном встречаются дифтонг-Эй, дифтонг-У, а в данном случае мы с вами видим Э-ТО и О-МЕ-ГО, поэтому для эпсилон-слитных глаголов большой проблемы различить нет, единственная совпадающая форма – это второе лицо единственного числа среднего залога Пой-Э, и в изъявительном уклонении, и в сослагательном уклонении форма одинаковая. Для омикрон-слитных глаголов тоже достаточно редких, но вот вам приведён Фанэроу глагол, ещё плаголов мы изучали с вами глагол. Если вы присмотритесь в форму, ну, первое лицо, конечно, совпадает, второе и третье лицо единственного числа тоже совпадают ОЙ с ОЙ, ну, очень необычно, там такое многократное долгое слияние даёт такие варианты, и вот эти формы совпадают, и нам нужно руководствоваться контекстом. Во множественном числе, вместо дифтонгов у нас всё время стоит Омега, которую легко распознать, и которая отличает эту форму от формы изъявительного наклонения. Ну, и, опять же, отсутствие вот этих дифтонгов в страдательном залоге тоже помогает нам отличить единственное форму, второе лицо, единственное число среднего залога, который тоже можно перепутать. Так что... У Альфа-слитных глаголов есть совпадение, и мы выясняем всё только по контексту. У Омега-слитных глаголов некоторые формы второе, третье лицо, единственное число, второе лицо... второе, третье лицо, единственное число действительно залога, и второе лицо единственное число среднего залога со слагательного наклонения совпадают, а остальные всё-таки отличаются для Эпсилон-слитных глаголов. Практически все формы отличаются, ну, за исключением первого лица единственного числа, второго лица единственного числа среднего залога, и эпсилослитные самые распространенные и, к счастью, самые отличающиеся. Да, вот здесь, конечно, можно потеряться, растеряться и так далее чуть-чуть, особенно с альфа-слитными глаголами, но, как уже многократно повторил, другие факторы помогут вам наполнение узнать. Ну что ж, мы с вами познакомились со слагательным наполнением. Если не обращать внимание на слитные глаголы в настоящее время, естественно, в области проблемы нет, потому что там добавляется образующее времени, она отделяет гласное слияние от соединительных гласных, там проблем нет, а вот в настоящем времени в слитных глаголах, да, есть некая трудность с распознаванием форм. За пределами же этих глаголов формы распознаются достаточно легко, окончания одинаковые, в ауристе нет приращения, поэтому, выучив эти окончания с удлиненной соединительной гласной или продумав эти окончания и узнав другие детали по поводу, например, образования ауриста, вы вполне будете способны различать со слагательным наполнением в греческом языке. Итак, мы с вами посмотрели на формы настоящего времени и на формы ауриста. А в греческом языке также глагол оида, который формально является перфектом, иногда встречается со слагательным наполнением, его формы приведены вам в параграфе 31-22. Если вы посмотрите на форму, вы поймете, они легко узнаваемые. Эйд, уже знакомые вам по причастным формам глагола оида, плюс, опять-таки, привычный вам набор окончаний. За исключением этого глагола, никакие другие глаголы в перфекте со слагательного наклонения не встречаются. То есть, со слагательное наклонение в греческом языке бывает только от основы настоящего времени и от основы ауриста, что также облегчает заучивание. Так что, как видите, не так много нужно учить, хотя, конечно, нужно быть внимательным ко всем деталям, нюансам того, как устроено слово, но при должной внимательности не так много нужно учить, чтобы познакомиться с расслагательным наклонением, поэтому вы с ним точно справитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...